Острозенек отзывает свои замечательные шмурдяки, или вакцины против ковида, если кто-то вдруг кого-то триггерит. У кого-то очень сильно подвижная психика, как оказывается. Очень интересно они отзывают, но оказывается, как бы больше вреда, чем польза от этих вакцин, как оказалось. Еще одна теория Загора подтверждена, и хотелось бы, конечно, передать пламенный привет Уссуле Фон дер Ляйн, которая вместе со своим мужиком очень хорошо поднялась на закупках этих вакцин для Евросоюза. Интересно, будет расследование в ее отношении или нет? Пока что уже два трупа расследователей, одна из них была членом ее парламента, которые поднимали этот вопрос. Так что, ребята, мы живем в веселое время. А в остальном, на самом деле, новости приходят просто фантастические. Я сначала, ну как, не то чтобы не верил, но так, тяжело было в них поверить. Ну вот, начнем просто по новостям об Израиле. Вы помните, это была атака Ирана, атака возмездия. Выясняются очень интересные подробности этой атаки и атаки возмездия. Потом, значит, было еще возмездие на атаку возмездия уже со стороны Израиля. Значит, прошло не пять ракет, а прошло девять ракет, как минимум. По некоторым, скажем так, данным, прошло аж 14 ракет иранских через всю систему ПВО, которую поставили Штаты и Израиль. Причем, в сбитии ракет и всего вот этой всей флотилы мопедов участвовало порядка 150 самолетов коалиции. То есть, Израиль, США, Великобритания. Тем не менее, через систему Патриотов, через систему Железный Купол, что является практически незначительно модифицированным Патриотом, прошло как минимум девять ракет. Причем, это были ракеты в основном с гиперзвуковой частью. Приземлились они, скажем так, точно тех двух авиабазах, с которых взлетали F-35, которые наносили удар по посольству Ирана в Сирии. Приземлились они, скажем так, повредили здание, пункт наблюдения и контроля, который принадлежит, по-моему, группе 66, называется, одна из спецслужб Израиля, как раз, которая занималась и отслеживала эти удары. И было четыре прилета, причем эти прилеты были в радиусе менее 100 метров, в двух километрах от Демоны. Это ядерные установки, ядерный центр Израиля. То есть Иран, по большому счету, это была не атака, это было, скажем так, послание, что, ребята, ну, конечно, парадигма мало сменилась, теперь мы вас можем достать где угодно, когда угодно, и нанести ущерб, скажем так, несовместимый с вашим здоровьем, даже с жизнью. Ну, что, в общем-то, неудивительно, потому что тут по спекам, под патриот, если я не ошибаюсь, он должен работать с целями, движущимися со скоростью до трех махов, а гиперруковые части, главные части, которые, как казалось, еще и маневрируют у иранцев, они идут со скоростью 5-6 махов. То есть, ну, здесь любая противоракетная система практически бесполезна, которая существует на Западе, они бесполезны только в таких изделиях. Вот, поэтому вот такие вот интересные подробности выясняются, на самом деле, которые объясняют и тот смешной удар возмездия на возмездие, который был нанесен якобы Израилем. Все, что удалось найти после этого удара, это два ускорителя от учебных ракет израильских, которые нашли на территории Ирака, примерно в 200 километрах от границы с Ираном. И, скорее всего, удар возмездия уже внутри Ирана организовали дронами, там, по-моему, тремя или четырьмя дронами, американский прокси. Потому что американцы тут же сказали, что все, все, удар возмездия нанесен, все, расходимся. Вот, и по оценкам, по самым скромным оценкам, на отражение иранского удара, коалиция потратила от двух с половиной до трех миллиардов долларов. Но это еще не самое страшное. Был потрачен очень много ракет «Воздух-воздух» и ракет «Патриот», которых США производят по одной штуке в месяц. Этим, в общем-то, объясняются те проблемы, которые сейчас есть в Украине с ПВО после уничтожения. Значительное количество батарей ПВО «Патриот» и ракет к ним. И то, что европейцы не могут до сих пор там собрать даже пять-шесть батарей для «Патриот». Я уже не говорю о боекомплекте. То есть, американцы очень быстро поняли, что такими темпами, если на нефть тянутся в войну с Ираном, то у них, во-первых, очень быстро закончатся ракеты, у них и у Израиля. Поэтому началась, скажем так, если вы заметили, массированная атака на Таньяху. А тут же, значит, возбудил сам ВУЗ, это Валерий Сухин, который вынул арест на... Значит, начался какой-то вселенский вой в Иерусалиме, начался вселенский вой в Конгрессе США, который бросился угрожать суду тем, что если не выдадут эти ордеры, то напротив суда объявляют санкции. Американцы так уже однажды делали, когда суд с дуру решил поинтересоваться, скажем так, тем, что делали американские солдаты в Афганистане и в Ираке. Конгрессмены написали письмо, она вообще шутер пошла такой, чтобы вам не горюй. Ну, ордер до сих пор не выдали, но тут же Эрдоган вдруг прекращает, Эрдоган вдруг прекращает экономические связи, прорывает экономические связи с Израилем. Ну, тоже по команде все это происходит буквально за несколько дней, с разрывом несколько дней. И вдруг на кампусах ведущих университетов США начинаются массовые протесты студентов против действия Израиля в ГАЗе, против геноцида Израиля в ГАЗе. Вдруг, да, американские студенты вдруг так резко возбудились, то есть 7 месяцев они не возбуждались, а тут прямо как торт. Ну, разумеется, оказывается, что все эти, за этими протестами стоят группы, финансируемые Соросом, финансируемые, скажем так, анти... Черт, в этой синагоге хрен разберешься. Анти-сионистскими еврейскими организациями, которые выступают типа против сионизма, но за государство Израиль. То есть в синагоге пошел такой Жаба Гадюкин мощнейший. Ну, еще раз, идея, конечно, у ребят, ну, не обучаемая они, вот показывает история. Типа мы уберем Натаняху, это же все против Натаняху направлено. Мы уберем Натаняху, и все тогда вернется на круги своя, а именно к так называемым аварамическим соглашениям, в которых США, Саудовская Аравия и Израиль, взявшись за руки, идут мочить Иран. А Саудовская Аравия получает военную... Поддержку военной гарантии США. Да, в обмен на это она отказывается, скажем так, от плотного сотрудничества с Китаем. Принимает свои объятия, целуется в засос. Кто-то что ни делали с иранцами, с иранитянами. Тема палестинского государства, она просто исчезает снова с повестки дня. Ну, идет с к идее, потому что все руководство Израиля и значительная часть населения Израиля, они сейчас охвачены такой паранойи. И единственное, что их спасает, скажем так, безумие, это идея о том, что это что-то такое святое, там война какая-то священная, короче. Что вот этот шанс убрать палестинцев из Палестины и установить государство Израиль от реки до моря. Потом сжечь этих свинок, не свинок, они свинку не свинок не едят, этих коробок, разрушить храм, и вообще придет мессия, и все будет... Я, правда, серьезно... Да, я смотреть не могу, конечно. Конечно, сила кривой причины. Ну, конечно, безумная идея, потому что Бенни Гетц, которого прочат на место на Таньяку, он такой же отмороженный в этом смысле. Но, тем не менее, это максимум, что они могут придумывать в данной ситуации. Вдруг, как говорят, да, как идут сообщения, и сообщения из Израиля, что якобы 7 мая прекратились поставки двух пятисот фунтовых бомб, две тысячи фунтовых бомб в Израиль. Там пошел шукер, новоподобное. Мотался туда этот самый Блинчиков. Администрация Байна требует прекращения наступления на Рафу. Я уже, честно говоря, начал немножко расстраиваться. Думаю, блин, неужели им удалось это погасить? Но они тут-то были. Ставки на Бенина, Таньяхова, скажем так, отмороженных фанатиков, они всегда себя оправдывают. Они таки пошли в Рафу. Причем заняли филадельфийский коридор, который по соглашению с Египтом является демилитаризованной зоной. То есть, соглашений больше о безопасности с Египтом, в принципе, нет. Ну и, в общем, наращивают сейчас атаки на Рафу. На Рафу. Хезбалатом уже возбудилась, Хуситы возбудились тоже по этому поводу. То есть, спасибо израильственным товарищам, что вы оправдали возложенно вас доверять. То есть, на мой взгляд, просто самоуничтожение сионистской идеи, оно неостановимо. Оно идет полным ходом. Потому что экономика Израиля трещит по швам. Никакой, скажем так, логистической глубины и у Израиля нет. Ни у израильской армии, ни у израильской разведки, как казалось. И все это мне очень сильно напоминает, знаете, израильскую медицину. Это, знаете, такой лохотрон. По извлечению из вас денег. Фасад такой крутой. Там все. Академик Гнойберг со своей клиникой и прочее. Когда открываешь дверь к этой клинике, понимаешь, что ух ты, сейчас тебя тут ошкурят по полным. Надо бежать. Так и здесь все оказалось. И самое главное, самое страшное для Израиля, для тех, кто понимает, что происходит, в том числе и для саудитов, это то, что никакой защиты от иранского ракетного оружия нет. То есть, в принципе, большому счету, на поверку оказалось то, что говорилось уже месяцев шесть назад, когда все это началось, что Иран не просто так накачивает, раскручивает ситуацию, контролирует, по большому счету, уровень накала этой ситуации. Потому что Ирану не нужно ядерное оружие. У него есть ракеты в огромном количестве. которые обслуживаются фанатиками, которые способны просто стереть Израиль, в общем, все американские базы в радиусе полутора-двух тысяч километров, как они показали своими пусками неоднократными, просто с лица земли. И никакие средства противоракетной обороны, которые существуют на данный момент, они не способны предотвратить это. Те, кто, скажем так, должен был это понять, кто-то смог понять, кто-то нет. Потому что парадигма на Ближнем Востоке изменилась кардинально. Тот же саудовский принц наследный чешет репу и думает, я думаю, теперь, после иранской атаки, что... Ну да, пиндосы мне что-то гарантируют. Гарантируют там противоракетную оборону, построить ядерный энергетик, лан, черт, по поводу противоракетной обороны поподробнее, потому что хуситы же уже сказали, что у них есть гиперзвук, да? И системы Патриота, они, в общем, не спасут Саудовскую Аравию, скажем, от уничтожения нефтеперерабатывающих заводов и нефтедобывающих обстановок, скажем так. Поэтому, наверное, нужно как-то все-таки к Корану относиться с большим пиететом и дружить. Например. Вот, поэтому ситуация начинает снова там разгоняться на Ближнем Востоке. Израилю втянуть США в войну против Ирана не удалось. Была у них такая задумка. Именно поэтому они ударили по посольству Ирана в Сирии, чтобы вынудить Иран на ответ, надеясь на то, что ответ будет ужасным и непропорциональным. Но вместо, скажем так, ответа Иран красиво послал сообщение Израилю, весточку ему передал и американцам тоже. Кто понял, тот понял. Судя по всему, поняли нужно кому было понять, потому что во-первых, ответ был смешной на иранский ответ, и тема в общем сошла на нет и за своей маленькой победой израильтяне пошли в Рафу. Ну, конечно, никакой победы у них не будет, потому что Хамас после даже стольких уже месяцев войны прекрасно себя чувствует. Причина очень простая на самом деле. Это полный провал израильской разведки. Объясню, почему. Есть у них такая система электронного, электронной слежки и обнаружения палестинцев и боевиков Хамас с последующим их автоматизированным уничтожением. Называется она, если мне не изменяет память, лаванда. Такое гениальное вообще изобретение, прекрасное, вообще супер изобретение, то есть они ранжируют палестинцев, скажем так, я просто знаю, это уже теперь поговорил с первых плюс, ранжируют они палестинцев по шкале от нуля до ста, как они их ранжируют, по важности и близости к Хамас, постоянно ведя наблюдение за сектором газа и соответственно используя систему идентификации лиц, подобного наружения лица. Система, скажем так, очень интересная, она подавала большие надежды, но дело в том, что как они только меняли фильтры, там, скажем, получалось, что чуть ли не менее 70% населения сектора газа, они так или иначе завязаны на Хамасе. И система настроена так, что если, скажем, какой-то из палестинцев определяется, как его, скажем так, близость к Хамас за 60, то его можно убрать, обычно они это делают утром, вместе с семьей, при этом обычно допускается до 20 мирных жертв, если там, по-моему, выше 85, то же самое допускается, уже более 100 мирных жертв, и тому подобное. Все прекрасно, замечательно, да, гениальные, гениальные еврейские разведчики, из-за мира, есть только одна проблема, с которой они столкнулись, но я не знаю, поняли они, с чем столкнулись или нет, а именно, что долгие уже годы Хамас сидит под землей, на улицу в основном не выходит, поэтому как они ранжируют ассоциацию, собственно говоря, ассоциацию с кем? Хамас под землей сидит, поэтому когда они там заявляют, что там из 40 батальонов Хамас мы уничтожили 30, да, и тут же получают с десяток труп, потому что там, где Хамас не должно быть, вылезает Хамас и их мочит, но как-то задуматься пора, что, ребят, что вы за систему такую построили идиотскую, у вас, скажем так, объекты, объекты, они, вы их не видите, вы их не знаете, они под землей сидят, еще один такой пример тоже, чтобы вы понимали, да, с чем мы столкнулись в лице израильской медицины, будем теперь их так называть, это то, что вот они угрожают и говорят, скажем, заставляют правительство Катара в случае недостижения каких-то договоренностей, которые уже все недостижены, поскольку они пошли в Рафу выслать значит, руководство Хамас из Дохии, ну и, соответственно, сделать его, ну, что ли, удобным для расправы. Но дело в том, что это политическое руководство Хамаса, вас заставляет, И вот. Вот. Ну, я просто говорю,